Этой работой сотрудники администрации занимаются более года. В рамках поручения правительства России главы города Сочи проводятся мониторинги предприятий общественного питания на предмет выявления неформальной занятости и легализации трудовых отношений. Один человек не оформлен, потому что он находится на стажировке, и мы его не можем оформить на данный момент, так как у него делается снять. Вы знаете, что даже если стажировка, в течение трех дней вы его должны оформить, после этого заключить непосрочный трудовой договор? Да, я в курсе. На данный момент он стажируется второй день. За это время было выявлено 16 тысяч работников, получающих зарплату в конвертах, в этом году еще три тысячи. По предварительным подсчетам в городе Трудице 70 тысяч человек, минуя официальное оформление. На сегодняшний день штраф за неоформление всего лишь одного работника составляет до полумиллиона рублей. То есть гораздо удобнее, гораздо важнее устроить работника на работу, выплачивать ему среднеотраслевую зарядную плату, рекомендуемую, чем в случае проведения проверки заплатить полмиллиона штрафа. А проверки будут постоянными до тех пор, пока каждый владелец частного предприятия не поймет, что времена 90-х ушли в прошлое. Поэтому, как только на пороге появляется комиссия, в состав которой входит специалист управления потребительского рынка, Департамент экономики и прогнозирования, Управление социальной политики администрации города, она сразу требует предъявить трудовые договоры. У нас проводится регулярная основа информационно-алитическое обследование, мониторинг. Мы заполняем свой опросник, в который указываем наличие трудовых договоров, количество работников и работающих на предприятии и уровень заработной платы. Доводим до сведения. В случае, если информация не предоставляется о наличии трудовых договоров, в дальнейшем направляется в органы исполнительной власти для принятия мер. Отыскать лишних работников в кафе несложно, сложнее достучаться до каждого руководителя частного предприятия, объяснить, что бюджет города из-за нарушения трудового законодательства недополучает около 50 миллионов рублей в год. А ведь эти деньги можно было бы потратить на социальные проекты. А те, кто получает зарплату в конвертах, лишает себя будущей пенсии. В любом случае, межведомственная рабочая группа выявит неофициально работающих людей в Сочи рано или поздно. Тогда финансовые потери будут у незаконно послушных предпринимателей. Проверки в период активного сезона будут проводиться чаще. По всем фактам нарушения трудового законодательства можно обращаться на круглосуточную горячую линию главы города по телефону 2-64-04-44.